Мама, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эхан. Слава Богу! Бог благ. Амен. Йешуа, Он прославленный Царь. Аллилуйя! Наш Бог, Он прославленный Царь. И в послании филиппийцам во второй главе мы видим, что написано, что Бог превознес Его выше всякого имени, дабы пред именем Йешуа Мессии преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних. И Бог ожидает от Своих детей, чтобы Его дети прославляли Мессию во все дни жизни. Можно сказать Амен. Бог этого желает. И в Евангелии от Иоанна во второй главе мы с вами видим историю начала вступления Йешуа в Его служение. Я думаю, вы все хорошо помните этот момент, когда Он сотворил первое чудо, превратил воду в вино. И в Евангелии от Иоанна написано, 2 глава 11 стих. Так положил Йешуа начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою и уверовали в Него ученики Его. Таким образом, друзья, мы видим, что вся миссия Йешуа Мессии, начиная с момента вхождения в Его служение и кончая Его смертью и Его воскресением, это было явление Его славы, славы Бога для нас. И нам очень важно в своей жизни видеть славу Бога. Потому что если Божья слава, она начинает меркнуть в нашей жизни, то мы перестаем прославлять Его, как Он того достоин. И враг человеческих душ через всевозможные ситуации, через всевозможные проблемы, через всевозможные разочарования в нашей жизни пытается помешать нам видеть Божью славу. Вот это все, о чем я говорю, проблемы, разочарования, стрессы, депрессии, это все инструменты, которыми Он действует. Но слава Божья не должна, как я уже говорил, меркнуть в нашей жизни ни при каких обстоятельствах. Поэтому Бог, Он не ограждает нас от проблем. Он не ограждает нас от проблем, но проводит нас через них, чтобы мы научились с вами, даже в стесненных обстоятельствах, видеть прославленного Мессию и прославлять Его, как Он того достоин. Халлелуя! И на прошлой неделе мы с вами рассматривали вопрос разочарований. Мы говорили с вами о том, что в нашей жизни мы сталкиваемся с этими для нас неприятными моментами. И что нам очень важно в этих моментах видеть позитивную какую-то часть. Вы помните? Кто помнит? Я все-таки попытаюсь возгреть нашу память. Мы говорили о четырех моментах. И, во-первых, разочарование в самом себе лишает нас самоуверенности. И мы говорили, что Бог допускает его в нашу жизнь, чтобы мы научились всецело полагаться на Него. Во-вторых, разочарование в своих достижениях может привести нас к более глубокому познанию Бога. Это, опять-таки, происходит с нами, чтобы мы научились в своей жизни больше всего искать Его познание, а не достигали каких-то, пусть даже Божьих путей. Что часто мы делаем в нашей жизни, что мы пытаемся упор ставить на наше служение где-то Ему, чем на Него, на познание Его самого. В-третьих, разочарование сокрушает нашу собственную религию, потому что Бог, Он желает, чтобы наши жизни были наполнены живой верой. Верой, которая строится и стоит на близости с Ишуа, а не на наших каких-то, пусть правильных действиях. И четвертый момент, показывающий позитивную сторону разочарования, это то, что разочарование в ложных представлениях о Боге могут привести к Его истинному познанию. Сегодня же я хочу с вами продолжить эту тему, как обещал, но поговорить уже о том, как победить разочарование. Как победить это неприятное для нас состояние. И тут прежде всего стоит отметить, что очень часто, я об этом много говорю, что очень часто мы неправильно смотрим на сложившиеся в нашей жизни ситуации. Как правило, попадая в ту или иную проблему, мы начинаем лихорадочно думать, почему это со мной произошло, почему Бог допускает эти моменты, и размышлять по этому поводу. Но, к сожалению, мы очень редко задаем правильный вопрос. Есть в этой ситуации, да, мы должны задавать вопросы Богу, но задавать вопросы не почему, а задавать вопрос, для чего ты допускаешь в моей жизни ту или иную ситуацию. И что происходит в это время? Начинает активно работать наш разум, мы начинаем думать. И, конечно, мы с вами существа разумные, и совершенно нормально, что мы начинаем размышлять, переосмысливать какие-то моменты, но нам нельзя забывать, что мы ко всему же еще с вами являемся существами и духовными. Амин? Мы духовные существа, и поэтому нам надо понимать, что разум – это поле нашего сражения. Именно в разуме происходит вот эта вот духовная битва, где враг человеческих душ, он может активно действовать. Понимая это, царь Соломон, человек, который приобрел такую особую мудрость от Бога, он говорил в притчах 3 главе 5 стихе, «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». Если прочитать этот текст словами оригинала, то получится. «Доверься Господу всем своим сердцем, и не опирайся на твое понимание». Не опирайся. Почему Соломон-то говорил? Потому что он прекрасно понимал, что наш разум – не очень надежная опора. Это то же самое, что если я опрусь, допустим, на эту железную штуку, то она меня… стену, она меня удержит. Но если, допустим, я опрусь на эту биму, она, возможно, упадет, потому что это ненадежная опора. Так вот, наш разум – это ненадежная опора. Другими же словами, Дух Святой говорит, что во всех жизненных перипетиях и даже в разочарованиях доверься Господу всем твоим сердцем и не полагайся на твое понимание или разумение сложившейся ситуации в твоей жизни. Потому что, смотря на твое разочарование человеческими глазами, ты не придешь к пониманию того, что это разочарование может быть Божьим инструментом, который должен поднять твою веру на новый уровень. Но Слово Божье говорит, пророк Исаия говорил прекрасные слова, 55 глава, 8-9 стих. «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». А это, в свою очередь, показывает, что мы не всегда можем нашим человеческим разумом понимать Божий замысел для нас. Бывают у вас такие ситуации, когда ты переосмысливаешь, вроде все слаживаешь, одно к одному, и ты не можешь понять. Но проходит время, и Бог выстраивает всю ситуацию, и ты понимаешь, вот для чего это было. Но размышляя, ты вообще близко не мог понять, почему это происходит. Поэтому нам надо довериться Ему всем своим сердцем. Всем своим сердцем. И именно доверие Богу помогает нам победить наши разочарования, победить наши проблемы, довериться Богу всем своим сердцем. Но понятие доверия Богу – это такое очень обширное понятие. Поэтому сегодня я хочу его немножко сузить и предложить нам несколько конкретных шагов в доверии Богу. Эти шаги помогут нам преодолеть разные разочарования и множество проблем. Эти шаги, если мы будем их практиковать в своей жизни, они помогут нам справиться со многими, если не сказать со всеми жизненными ситуациями. Итак, шаг первый в доверии к Богу – начни доверять Его характеру. Очень часто мы смотрим на Бога через призму своего жизненного опыта. Очень часто это происходит. Если мы, допустим, родились и воспитывались в семье, где наши отцы не додали нам внимания, не додали нам любви, то есть большая доля вероятности, что и в нашей жизни, и в Боге нам будет тяжело принять безусловную любовь Отца Небесного. Но я скажу вам, что если мы пережили действительную встречу с Ним, то первое, что Он нам с вами являет, это Свою любовь. Крест Голгофы – это есть не что иное, как явление Божьей любви для нас. И Слово Божие еще говорит, что в послании римлянам в 5 главе, в 5 стихе, что любовь Божия, она излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Мы, мало того, что мы увидели эту любовь, то написано, что любовь Божия, она еще и излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. А это, в свою очередь, говорит, что каждый Божий ребенок, он не обделен Божью любовью. Бог никого из нас не обделил, мы имеем полноту Божьей любви, потому что она уже пребывает и в твоем, и в моем сердце. При всем при этом, мы по-любому все-таки можем видеть людей, которые даже, будучи в Боге, они страдают от недостатка любви. Видели вы таких людей? Мы можем это видеть, это бывает. Но я скажу вам, что такой верующий человек, он не страдает от недостатка любви. Потому что Писание говорит, что Бог нас возлюбил. Говорит Слово Божие об этом. И Слово Божие еще говорит, что Он свою любовь к нам доказал. Поэтому я больше верю не человеку, а верю Божьему Слову. Если Божье Слово так говорит, то я не могу сомневаться в том, что Он меня любит. Я не могу говорить, что мне недостает любви, потому что так говорит Слово Божье, Он возлюбил меня, и Он доказал мне свою любовь. Халлелуйя! Я вам скажу, что человек не страдает от недостатка Божьей любви. Человек в большей степени страдает от недостатка доверия Богу. От этого больше человек страдает. Люди просто приняли любовь отца, которая выражается в его безусловном прощении, в безусловном принятии. Но в своей жизни им тяжело. Полностью довериться в руки Божьи во всех жизненных ситуациях. Это происходит потому, что они смотрят на Бога не через призму Голговского креста, а они смотрят на Богу через призму своего жизненного опыта. И поэтому Бог допускает в нашей жизни разочарования и проблемы, чтобы мы научились всецело доверять Ему. И нам с вами, верующим Брит Хадаша, живущим в это время, нам гораздо легче доверять Небесному Отцу, чем, например, людям 100-200 лет назад. У нас есть книга Библии в свободном доступе, у нас есть священное Писание. И в этой книге, которая там раньше была у избранных, в этой книге есть прекрасная картина, которая показывает нам пример Бога, который доказал свою любовь и верность на примере израильского народа. Бог доказал ее и показал нам ее. Пророк Еремия говорит, 31 глава, 3 стих. «И издали явился мне Господь и сказал, «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Любовью вечной. И эти слова, они «да» и «аминь». И знаете, что интересно, что эти слова говорятся в контексте из того, что Бог обещает вернуть Израиля из плена. А это говорит о том, что будет все-таки жизни Израиля, а не простые моменты, будет плен. Бог говорит в этой главе, что «Я буду наказывать тебя в мире, но не наказанным не оставлю тебя». И тут же Бог далее говорит, что после того, как накажет, «Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих». И заканчивает он свою речь словами, «И вы будете моим народом, а я буду вам Богом». Неужели это не является доказательством его любви и верности? Бог говорит, «Я проведу тебя через проблемы, ты будешь в плену, я тебя накажу, я тебя исцелю, но концом будет то, что вы будете моим народом, а я буду вашим Богом». Это доказание Божьей любви и верности, и это объясняет многие жизненные ситуации, которые у нас происходят. Мы думаем, почему у меня постигло такое наказание? Я думаю, понимая эту картину, происходящую с Израилем, мы не будем задавать вопрос, почему, а будем говорить, «Боже, для чего?» Для чего ты это делаешь? Ведь мы видим, что целью Божьего исправления является то, чтобы мы стали его народом, который научился всецело доверять своему Богу. И сегодня мы читаем историю Израиля и думаем, это он был такой, это Израиль был такой. Я вспоминаю себя, я постоянно возмущался, думаю, как можно видеть столько чудес, как можно после этого вытворять такие, извините за выражение, по-одесски скажу, бреки. Как можно такое делать? Но я вам скажу, что мы с вами поступаем точно так же. Порой мы поступаем точно так же. Наша жизнь состоит из духовных взлетов и духовных падений. Или я не прав? Есть люди, у кого такое бывает? Спасибо, что я не один, а то думаю, может, что-то со мной не то. Спасибо за вашу поддержку. И вы знаете, мы порой, мы берем Писание, мы порой читаем его взахлеб, но потом бывают периоды, когда мы оставляем это. Наша молитва, мы переживаем встречу с Богом, и мы стремимся каждое утро к Нему, а порой наша молитва идет до потолка и назад, и мы от этого и молиться перестаем. Я скажу вам, что очень часто мы впадаем в суету. А суета это не что иное, как идолопоклонство, друзья. И Богу приходится нам с вами возвращать на свои пути. Иногда для этого Он использует наказание, точно так же, как Он это делал с Израилем. И Рав Шауль, понимая Божью любовь к Израилю и к нам, как к тем, кто стал частью Божьего народа, он говорил в послании к евреям, 12 главе, 6-8 стихе. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, кого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. И те разочарования, которые нас постигают в жизни, являются инструментами Божьего воспитания. Они направлены на наше исправление, о которых мы говорили с вами в прошлый раз. И Бог хочет нас привести к самому главному. Он хочет нас научить, чтобы мы могли всецело, полностью доверять Ему. И если ты хочешь победить твое разочарование, то начни доверять Его совершенной любви, которую Он доказал на кресте Голгоф. Не смотри на видимые обстоятельства в твоей жизни и не пытайся понять, почему они тебя достигли. Потому что, как я сказал, что не важно почему, а важно для чего Небесный Отец их допускает. Доверься Его верности, которая доказана на примере израильского народа, понимая, что Божья верность, она проведет тебя через любые разочарования, через любые проблемы. И это не мои слова. Это не мое убеждение. Мое убеждение, это мое убеждение, но оно строится на Слове Божьем. И в 1 Коринфянам, 10 главе, 13 стихе написано, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Поэтому, если ты сегодня находишься в состоянии разочарования, то Дух Божий сегодня говорит, «Дочь моя, сын мой, доверься Божьей любви, доверься Божьей верности, потому что верен Бог, который не допустит тебе быть искушаемым сверх твоих сил, но при искушении даст тебе и облегчение». И твое разочарование, оно из разочарования преобразится в радость, потому что Бог этого хочет, Он верный Бог, Он верный любящий Отец. Халлелуя! Второй шаг в доверии Богу. Начни доверять Его завету. И этот шаг является продолжением первого шага. Если мы доверяем Божьей любви и верности, то нам будет гораздо проще понять, что завет, в который мы вошли через жертву Ишуа, Мессии, гарантирует нам победу и будущность. Хочу задать вам вопрос. Были ли у вас состояния, когда вы не справлялись в своей жизни с каким бы то ни было грехом, и в вашу жизнь приходило такое глубокое разочарование, что вы недостойны Бога? Было у кого-то? Опять пару человек есть, спасибо вам. Спасибо, что я не один в этом вопросе. Но что говорит нам Слово Божье? Второе Тимофея, 2 глава, 13 стих. «Если мы не верны, Он пребывает верен. Если мы не верны, Он пребывает верен, потому что себя отреться не может». Друзья, наша неверность не отменяет Божьей верности. И тут нам стоит понимать, что Бог всегда остается верным завету, который Он заключил с нами через кровь Ишуа. И сам Машех во время своего земного служения говорил об этом. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27-29 стих. «Овцы мои слушают голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего». И тут мы видим, что Небесный Отец, Он гарантирует нам, что никакие обстоятельства, никакие враги не смогут похитить нас из Божьей руки. Написано, что Бог, Он больше их, больше всяких обстоятельств, больше всяких проблем, больше всякого врага, больше всего. И ничто не сможет нас похитить, нас из руки того, который больше. Это Его обещание, на которое мы с вами можем опереться. Это та надежная стена, на которой мы можем опереться с вами, друзья, в любой жизненной ситуации. Единственная личность, которая может разрушить завет между Богом и человеком, это сам человек. Сам человек, он может отвернуться и уйти от Бога. И то при условии, когда такой человек, он начнет произвольно грешить, что значит охотно, когда он возлюбит грех, и ему понравится грех, и его жизни не будет раскаяния. Да и то я вам скажу, друзья, что надо очень сильно постараться, чтобы отступить от Бога. Но знаете, в чем наша проблема? Что бывают моменты, когда мы начинаем смотреть на Бога, как на человека. Когда это происходит, то начинает происходить разочарование в Боге. А это основная задача дьявола. Чтобы мы начали смотреть на Бога, как на человека, и пришли в это состояние разочарования. Он это делает, потому что он знает, что разочарование в Боге, оно заканчивается крахом нашей веры. Когда мы разочаруемся в Боге, то наша вера терпит обязательно крах. Не может быть другого, и приводит это к погибели. Но что говорит Божье Слово? Книга чисел, 23 глава, 2, 19 стих. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Друзья, наш Бог, если сказал, то это да и аминь. И на основании этих слов, Священного Писания, мы можем с вами всецело доверять завету, то есть договору, нашему договору с Богом. Но при всем при этом, нам важно не опираться, еще раз скажу, на свой разум. Потому что наш разум, это не очень надежная опора. Нам надо опереться на то, что Божьи намерения о нас, они всегда во благо. Потому что мы в завете с Ним. И потому что мы в завете, то Его намерения к нам, они всегда как в благу. Пророк Еремия говорил, в 29 главе, 11 стихе. Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Поэтому сегодня, если ты проходишь разочарование, то знай, что Божье намерение о тебе, оно во благо. У тебя есть будущность, у тебя есть надежда, не слушая обман врага, который говорит, все, крах, проблема, нет, это ложь. Есть будущность и есть надежда. Когда пророк говорил эти слова? Когда народ находился в Вавилонском плену. Когда казалось, что все, все рухнуло. Храм разрушенный. Народа, как народа, практически нет. Осталось немножко в Израиле людей. Крах, полная беда. Но у Бога был план для Израиля. И в этом плане он должен был провести его через этот плен. Он должен был провести, чтобы народ осознал, что опираться можно только на Бога, Авраама, Ицхака и Якова. И сегодня, если ты находишься в разочаровании, если все твои надежды рухнули, то поверь, что Божьи намерения о тебе, они во благо. И твои обстоятельства сейчас, они могут стать основанием для твоего преображения в образ Ешоа Мессии, чтобы ты вошел на новый уровень своего хождения перед Ним, чтобы ты очищенный, освященный, вошел в славу Бога и жил в этой славе. Единственное, что тебе надо сделать в этих обстоятельствах, это согласиться с тем, что они для тебя на добро. На добро. И доверять вечному завету, в котором ты состоишь. Завету с Богом, завету вечному и нерушимому, зная, что Бог свою часть договора обязательно исполнит. Аллилуйя. Третий шаг в доверии Богу. Начни доверять Его конкретным обетованиям. И мы с вами поем один очень хороший псалом. Чьим словам поверишь ты. Да? Кто знает эту песню? Да? Классная песня. И там продолжение. Я буду верить слову Господа. Но тут мы не всегда замечаем, что говорится не словам Господа, а слову Господа. И в принципе можно подумать, что всему слову Господа. Да? Можно подумать, что всему слову Господа. Но знаем ли мы с вами все слово Господа? Знаем ли мы все, все слова, которые он говорит? Я скажу вам, что эту фразу также можно понять, что я буду верить конкретному ему слову. Конкретному ему слову. И зачастую я вам скажу, что верующие, попадая в определенные какие-то проблемные ситуации, проблемы в своей жизни, они говорят, я принимаю решение стоять в вере. Если задать вопрос, верив в кого или во что, то, конечно, будет правильный ответ, я буду верить Господу. И это, в принципе, правильный ответ, но на самом деле в такой ситуации человек может просто сказать, Господь, вот моя проблема, вот я, вот моя проблема, решай ее, пожалуйста. Я буду верить, что ты за меня ее решишь. И в такой ситуации, если не будет быстрого ответа, то может прийти тоже разочарование. Но Бог не хочет вместо нас проходить наше поприще. Он хочет, чтобы мы вместе с Ним его проходили. Он хочет проходить его вместе с нами, чтобы он исполнял свою часть, а мы исполнили свою. Аллилуйя. Поэтому, если ты говоришь, я принимаю решение стоять в вере, то если ты действительно принимаешь решение идти это поприще с Ним, то ты будешь говорить, я готов стоять верить в Господа, который обещает. обещает и добавить его как конкретное обещание. Это будет говорить, что ты действительно веришь слову Господу, который обещает какие-то конкретные вещи. Потому что сказать, я буду верить Господу, это очень широко, а иногда может быть абстрактно, когда ты говоришь, я буду верить тому, что он сказал конкретно, то ты принимаешь решение, что ты будешь верить именно в это. Аллилуйя. Это будет говорить, что в этой твоей духовной войне ты действительно берешь меч оружия, ты берешь меч обоюдоострый, чтобы выступить против козни дьявольских. Потому что Слово Божие, оно говорит нам, чтобы мы брали оружие, использовали духовное оружие, выступая против козни дьявольских. Но очень часто что происходит? Наш меч обоюдоострый висит на стене или на холодильнике. Наш меч обоюдоострый очень часто лежит у нас где-то на полочке, пылится. Я расскажу вам, как было в моей жизни. В 2009 году мы с моей супругой Ириной заболели так очень серьезно. И вы знаете, мы тогда такие были молодые, горячие, верующие. Еще какой-то период времени мы были в харизматической церкви, научились как правильно противостоять врагу надо. Мы обвесили всю квартиру местописания. У нас куда ни глянешь, местописание об исцелении. Везде висели местописания. Но знаете, какое ключевое слово в моем рассказе? Висели. Они висели. Мы не взяли тогда наш обоюдоострый меч, чтобы выйти на битву. Конечно, Бог богатый милостью, Он исцелил нас, но это был длительный и достаточно болезненный момент. Бог же хочет, чтобы Его обетования, а не верой, жили в твоем и в моем сердце. Чтобы мы могли сказать, что я верю Его конкретному обетованию. Да, мы верим в Бога. Я скажу вам, что очень часто люди говорят, я верю в Бога. Это Он верит в то, что Бог существует. Но мы говорим, я верю в Бога, который. Который. И мы знаем, и мы можем рассказать, какого Бога мы верим. Мы можем рассказать, что этот Бог говорит мне конкретно в той или иной ситуации в моей жизни. Если в своей жизни ты переживаешь разочарование, то рассмотри сферу своей жизни, где ты имеешь проблему, где ты терпишь крах. И не поленись, найди, что говорит по этому поводу Божье Слово. И когда ты найдешь эти Божьи обетования, то не положи их на полочку, не повесь себе их на стену или на холодильник. Возьми эти обетования в свои руки, в свое сердце и с этими обетованиями в выступе против твоего разочарования, против твоих проблем, против твоих страхов. Давайте я приведу пример. Есть еще время немножко. Давайте я приведу вам пример, как это работает. сегодня мы с вами живем не совсем такое простое время. Многие бизнесы терпят крах, не выдерживают, экономическое благосостояние людей падает, мы теряем работы, на работах где-то нам ущемляют наши какие-то моменты, опускают зарплаты, и на этом фоне в жизнь даже детей Божьих могут приходить депрессии и разочарования. Мы можем это видеть, к сожалению, но мы можем довериться Богу в этой сфере нашей жизни, потому что у нас есть конкретные обетования по этому вопросу. Псалом 36, 25 стих говорит, я был молод и состарился и не видел правильника оставленным и потомков его просящих хлеба. Амин? Так говорит Слово Божие. Нам же с вами вменена праведность самого Мессии и мы с вами праведны в нем. Поэтому нам не стоит бояться экономических потрясений, потому что у нас есть Божье обещание. Сразу хочу сказать вам, что доверять Богу в конкретных обетованиях следует в свете всего Писания. Потому что очень часто мы вырываем стихи из контекста и их подставляем под нашу ситуацию, под наше понимание, под наше эмоциональное состояние. Сегодня я готов в это верить, завтра я найду что-то другое, чтобы верить в это. Надо смотреть все эти всего Писания, не забывать за контекст. Поэтому продолжая тему финансовое обеспечение, приведу вам еще один текст. Евреям 13 глава 5 стих. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. И что мы тут видим? Мы видим, что у обетования есть условие, оказывается. Есть условие, это несребролюбивый нрав. А это значит, что если ты не готов отказаться от каких-то своих удовольствий в жизни, то ты не сможешь довольствоваться тем, что есть. Твой нрав будет требовать большего дохода или хотя бы не меньшего, как сейчас, чтобы ты был не ущемлен в своих каких-то желаниях. Но если ты готов довольствоваться малым, то поверь, что тут обетование для тебя будет живым и действенным. Если ты готов. А мы видим, что тут есть условия. Поэтому, друзья, я скажу, что чтобы победить твое разочарование, тебе крайне важно довериться Богу. И начать доверять Его конкретным обетованиям, которые Он обещает в конкретной ситуации. То, что Он конкретно говорит. Я всегда вспоминаю, уже отошел к Господу Йонг Гичок, я читал его одну книгу, и Он говорил, как Он много молился о столе, Ему нужен был стол в офис. Вы знаете эту историю, да? Но когда Он, не знаете, для тех, кто не знает, расскажу, что Он молился о столе, Ему нужен был стол в офис, и Он долго молился, никакого результата. В один из моментов Ему явился Господь и сказал, Йонге, у меня, говорит, миллион столов, скажи, какой тебе надо. Скажи, и когда Он начал конкретные какие-то вещи, говорить, что Я хочу такой-то, такой-то стол, то на следующий день Ему пришли и благословили этот стол. Понимаете, мы очень часто говорим, Я буду верить Богу, попадая в ту или иную проблему, я буду доверять Богу, но у меня стоит вопрос, в чем ты будешь Ему доверять? Ты будешь доверять Богу в том, что Он есть? Да, Он есть. Ты будешь доверять в том, что Он сильный? Да, Он сильный, но Он обещает тебе что-то для твоей ситуации, то, что ты возьмешь свои руки и пройдешь эту ситуацию, потому что так сказал Бог. Аллилуйя. Нам надо доверять Ему и опираться на конкретные обетования. Конкретные обетования это твердая для нас опора. Я попрошу выйти в группу прославления. Уже Аллилуйя. И мое сегодняшнее послание, оно подходит к концу. Закончить я хочу его словами. Ешуа прославленный царь. Ешуа прославленный царь. Его славы полна вся земля. Его славы полна моя и твоя жизнь. Нам только надо видеть эту славу. И ситуации всевозможные и проблемы. они пытаются эту славу сделать помершей. Но слава Мессии, она больше всякой ситуации, больше всякой проблемы. И Всевышний дал тебе все необходимое, чтобы никакие разочарования, никакие стесненные обстоятельства не смогли заглушить его славу в твоей жизни. Бог дал тебе свою совершенную любовь, которую Он явил на кресте Голгофы, чтобы ты жил в присутствии любящего Отца. Он вступил с тобою в завет, в завет вечный, нерушимый, в завет, который никто не может отменить, потому что Бог всегда верный, Он остается верным своему завету, даже если мы бываем неверны. Бог дал тебе конкретные обетования, чтобы ты имел будущность и надежду, чтобы ты мог ухватиться за эти обетования и устоять в любых ситуациях. Аллилуйя. Поэтому, друзья, давайте мы встанем на наши ноги. Если ты сегодня проходишь какие-то тяжелые обстоятельства, если ты сегодня терпишь разочарование в своей жизни, то единственное, что тебе надо сделать, это вериться Богу всем своим сердцем, всем своим сердцем и не опираться на разум свой. Постарайся через мглу проблем увидеть его славу и войти в его славу. Войти в славу, перед которой тают горы. Войти в славу, перед которой тают горы проблем, горы всевозможного греха, войти в его славу и жить в его славе. Аллилуйя! Сегодня я хочу молиться за тебя, если ты в таком состоянии, когда ты терпишь урон из-за того, что разочарование пришло в твою жизнь, может быть какие-то другие обстоятельства, я хочу вместе с общиной молиться за тебя, чтобы Бог явил тебе свою славу, чтобы его слава стала явной для тебя. Аллилуйя! Аллилуйя! Святый Израиль! Во имя Ишуа, Мессии, Божий, я прошу тебя, чтобы ты благословил каждого человека, который пребывает сейчас в состоянии разочарования. Я прошу тебя, Бог мой, чтобы ты дал каждому увидеть твою славу. Боже, чтобы слово твое, оно оживало в жизни каждого человека, Господь. Чтобы Боже, мы опирались в этих обстоятельствах на твою любовь, на твой совет, на твое конкретное слово, сказанное в нашу жизнь. И чтобы святый мы никогда не переводили свой фокус креста Голгофы на наши проблемы. Боже, пусть жизнь каждого человека, кто проходит сейчас тяжелые обстоятельства, будет сфокусировано на тебе, на живом Боге, умершем, но воскресшем, живом Боге. Аллилуйя, благословенное имя Твое. Дух Святой, я прошу тебя, в это время, время Божьего поклонения, действуй особенным образом, действуй особенным образом, исцеляя сердца, Боже, изменяя обстоятельства, давая новый взгляд, давая новое понимание во имя Ищу, пусть слава имени Твоего она засияет на этом месте. В битве моей я знаю, ты рядом, прочь все сомнения, в сердце отвага, шаг в неизвестность, делаю смело, ты моя радость, ты моя крепость, в битве моей я знаю, ты рядом, прочь все сомнения, сердце отвага, шаг в неизвестность, делаю смело, ты моя радость, ты моя крепость, в битве моей я знаю, ты рядом, прочь все сомнения, сердце отвага, шаг в неизвестность, делаю смело, ты моя радость, ты моя крепость, ты унываешь и смущаешься, а душа душа моя душа дуповай на Бога и на всех путях Его расслабляй всегда я что ты унываешь и смущаешься душа моя душа дуповай уповай на Бога и на всех путях Его прослабляй всегда прослабляй прослабляй всегда ты унываешь и смущаешься Дух Святой я благодарю тебя за твое действие на это месте я благодарю тебя за то что для тебя нет границ и всякий человек стоящий при твоим лицом Боже он имеет в состоянии может иметь переживание встречи с тобою встречи которая изменяет встречи которая преображает Дух Святой я благодарю тебя за то что Боже твои намерения о нас во благо Боже я благодарю тебя за то что в это время ты сокрушаешь всякое разочарование всякую депрессию всякий страх я благодарю тебя за то что Боже проблемы они уходят на второй план перед твоей славой Божией и ты даешь будущность и надежду в себе я благодарю тебя Господь за то что мы будучи твоими детьми можем видеть твою славу и ходить в твоей славе всегда в славе твоей непреходящей Божьей Аллилуйя благословенно имя Твое благословен ты святой благословен Господь Боже пусть слово твое оно исцеляет наши сердца пусть слово твое оно оживляет нас Господь во имя Ишуа Мессия помоги нам во все наши дни жизни видеть тебя прославленного царя тебя прославленного царя мы благословляем имя Твое мы благословляем и превозносим тебя мы величаем тебя Господь мы святим имя Твое на этом месте больше нет подобного тебе святый только ты достоин славы святый только ты достоин хвалы святый только ты достоин чести велик бог израилем велик царь израиля велик ешуа и прославлен на этом месте велик ешуа и прославлен в Твоей жизни аллилуйя мая израиль адонай Eloэ ду адонай эй ха эй мая Субтитры сделал DimaTorzok